Начало всей проблемы, то, чем мы занимаемся, началось это в 1971 году. В этот год мы с Вячеславом Григорьевичем Морозовым заканчивали Военно-Медицинскую Академию. Здесь, в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербурге. И мы занимались последние три года, будучи студентами, слушателями Военно-Медицинской Академии, проблемой восстановления основных функций организма после воздействия различных поражающих факторов. Это облучение, травма, интоксикация и так далее. При воздействии этих факторов, ну это касалось, конечно, военнослужащих, это подводники, проблемы с Чернобылем и различные другие ситуации, где, война в Афганистане, безусловно, где стала задача ускорения реабилитации после того или иного воздействия. Ну, чтобы библиотерии возвращались в строй. Но современные факторы воздействия направлены на снижение функций всех организма, что, в конечном счете, приводило к снижению синтеза белка. То есть, что такое функция? Это нормальная продукция белков теми или иными органами. А все эти поражающие факторы, они подавляют в той или иной степени синтез белка. Стал вопрос, как это восстановить? Мы пошли по пути выделения, по пути, при все, физиологическому. То есть, мы выделили из органов и тканей молодых животных, телята, свиньи, вещества, из тех органов, которые наиболее подвержены воздействию этих экстремальных факторов, это органы иммунной системы, мозга, печени, сердца, половой системы. Выделили вещества, введение которых в организм экспериментальных животных приводило к частичному восстановлению функций тех или иных органов. Причем, что оказалось очень важным, вещество, выделенное из иммунной системы, восстановило функцию иммунной системы. Из мозга – мозг, из сердца – сердце. То есть, мы наткнулись на тканеспецифическую регуляцию. И получили эффект. Яркий, выраженный эффект. Очень сильный. Мы создали препарат, в то время, на базе этих веществ, из тимуса, тимолин, который сейчас уже 20 лет производится промышленностью и находится, можно купить в любой аптеке. Это был первый препарат, который… Кстати, он был первым в мире сделан, препарат иммунной системы. Затем, при его изучении структуры, оказалось, что эти препараты состоят из пептидов. Что такое пептиды? Ну, как мы знаем, существуют аминокислоты. Когда аминокислоты соединяются между собой, возникают пептиды, то есть, короткие белки. А когда пептиды между собой соединяются, получается большой белок. То есть, по сути дела, пептиды – это маленькие белки.